Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с вестями Республики у Марти Киев. Куротка о некоторых темах. Более 100 педагогов из Карачаева Черкесии повысят квалификацию и помогут школьникам выбрать профессию в рамках проекта «Билет в будущее». Аллея памяти и славы Карачаева Черкесского госуниверситета пополнилась именами новых героев. И в конце мая в Республике пройдет Олимпиада по бизнесу для школьников. Далее об этих и других темах подробнее. В преддверии Дня Победы заместитель министра цифрового развития Карачаева Черкесии Константин Андропов посетил Старобельский район Луганской Народной Республики и поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Он преподнес продуктовый набор от республики. Кроме того, при посещении ветеранов Константин Андропов вместе с представителями подрядной организации Старобельского района зафиксировали проблемные вопросы бытового характера, стоящие перед каждым ветераном. По итогам поездки правительством Карачаева Черкесии будет оказана помощь всем ветеранам в решении бытовых вопросов. Минцифры страны опубликовала рейтинг регионов по внедрению платформы обратной связи. Это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии. При составлении рейтинга регион оценивались по 23 показателям, которые разделены на два блока – работа с сообщениями и обращениями граждан, а также общественные голосования. Оценивалась эффективность внедрения платформы в субъекте, своевременность и качество решения проблем граждан, а также уровень их удовлетворенности ответами. В ТОП-10 попала Карачаева Черкесия, заняв седьмое место по стране и первое место среди регионов СКФО. В здании Государственной филармонии под председательством вице-премьера правительства Карачаева Черкесии Ирины Гербековой состоялась итоговая коллегия Министерства здравоохранения Республики. Ее участники рассмотрели вопросы, медико-демографические показатели и достижения запланированных результатов. Большое внимание уделено работе амбулаторно-поликлинической службы региона, службе родовспоможения и детства. Доклад, сделанный министром здравоохранения Республики Казимом Шамановым, свидетельствует о тенденции к снижению общей смертности в сравнении с ковидным периодом. Отмечена необходимость усиления работы первичного звена по направлению увеличения продолжительности жизни, а также диспансеризации и профосмотров у мужчин трудоспособного возраста. Одним из наших главных достижений в Республике стало увеличение в 2020 году показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении на два года в сравнении с 2021 года и составило 75,41 года. Мы превышаем данный показатель по Российской Федерации, это 72,8. Кроме того, в 2020 году значительно снижился общий коэффициент смертности. Это является важным показателем нашей работы. Рождаемость за последние четыре года уменьшилась с 10,8 до 9,5 или на 12,4%. По-прежнему болезненные системы правопрощения являются главными причинами смертности. Из-за коронавируса имеет наибольший коэффициент вклад в рост продолжительности жизни по 40% общего числа обыкших. Более 100 педагогов из Карачаева-Черкесии повысят квалификацию и помогут школьникам выбрать профессию в рамках проекта «Билет в будущее». Педагоги изучат интерактивные форматы и инструменты системно-профессиональной ориентации школьников. В Карачаево-Черкесии завершился отбор педагогов-навигаторов в новый сезон проекта по ранней профессиональной ориентации школьников. Педагоги уже приступили к обучению по программе дополнительного образования. Они на практике научатся применять современные методики и технологии, которые способствуют раннему профессиональному самоопределению учащихся старших классов. Пурово-ориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Представители туриндустрии Карачаева-Черкесии могут принять участие в семинаре «Единые стандарты кавказского гостеприимства», который пройдет 15 мая в Черкесске в Центре молодежного инновационного творчества. Мероприятие нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма, гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северокавказского федерального округа в этом направлении. Участие в семинаре примут представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, организаций и предприятий туриндустрии, а также потенциальные инвесторы. Участники мероприятия обсудят туристический потенциал и стратегические приоритеты развития туризма в регионе, межрегиональную интеграцию СКФО, «Единые стандарты кавказского гостеприимства», а также технологии эффективного операционного управления отелем, сотрудничество с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архы, Заули, Нижняя Тибердау, Софийской поляны и у озера Каракёль. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Есть востребованность среди жителей и гостей региона, но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках, и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом. ГОСТ услуги пляжей. 26 мая в Карачаево-Черкесии пройдет Олимпиада по бизнесу для школьников. Участники представят свой бизнес-план в одной из пяти категорий – инновации и новые технологии, предпринимательство и малый бизнес, маркетинги и продажи, финансы и бухгалтерия и управление персоналом. Каждый участник получит сертификат, а финалисты и победители будут награждены призами. К участию в Олимпиаде допускают те школьников, которые предварительно обучились составлять бизнес-план на открытых уроках по предпринимательству, образовательном курсе и на деловой игре. Эти уроки пройдут до 26 мая в Центре молодежного инновационного творчества в Черкесске. Олия памяти и славы Карачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева пополнилась новыми героями. Выявлены новые имена сотрудников и студентов вуза, участников Великой Отечественной войны. Как показало исследование, многие из них были награждены орденами и медалями за героические подвиги на полях сражений Великой Отечественной войны. Олия памяти и славы, посвященная сотрудникам и студентам Карачаева Черкесского государственного университета, участникам войны, открылась 9 мая 2022 года. На аллее представлены биографии 72 участников Великой Отечественной войны. В рамках клуба выходного дня, организованного региональным министерством образования и науки, 90 школьников образовательных учреждений Ногайского района отдохнули в детском загородном оздоровительном лагере «Адель» в Домбайе. Для детей была подготовлена увлекательная и познавательная программа патриотической направленности «Конкурс чтецов» на тему стихи о войне и акции «Окна победы». Ребята с удовольствием участвовали в увлекательных играх и квестах на знание истории и культуры России и Карачаева-Черкесии. В картинной галереи Черкеска продолжается выставка «Возрождение», посвященная возвращению карачаевского народа на родину из депортации. Для создания этой экспозиции сотрудники музея-заповедника провели долгую кропотливую работу по поиску, отбору фотографий оригинальных предметов материальной культуры, живописных полотен художников Карачаева-Черкесии. Подробности сообщил директор Карачаева-Черкесского, историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. Наша выставка в картинной галереи приурочена к возвращению карачаевского народа 3 мая, возвращение на историческую родину. На выставке представлены картины наших художников, плюс фотографии Молоткова и других авторов, отражающие жизнь наших соотечественников в Средней Азии. Затопление сибироязвенного захоронения в Карачаево-Черкесии грозит эпидемией трём регионам, комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В октябре прошлого года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена угроза затопления сибироязвенного захоронения в ауле Беслиней. После паводка русло реки раздвоилось, после чего оно оказалось на расстоянии 5 метров от захоронения. Однако меры для предотвращения распространения сибирской язвы приняты не были. Об этом свидетельствуют результаты повторного выездного обследования, проведенного в марте этого года. Вдоль границы захоронения насыпана дамба из гравия. Подобная конструкция не может защитить от размытия. Река Большой Зеленчук – один из притоков Кубани. Распространение инфекции в случае затопления скотомогильника может охватить несколько регионов, в том числе Ставропольский и Краснодарский края. Администрации Беслинеевского сельского поселения вновь объявлено предостережение. Для принятия мер реагирования информация направлена правоохранительные органы и прокуратуру. 12 мая Государственной филармонии Республики детский музыкальный театр и вокально-классическая группа «Вдохновение» представят музыкально-литературный спектакль «Корзина с еловыми шишками» по рассказу Константина Паустовского на музыку Эдварда Грига. Зрителю будет представлена трогательная история норвежской девочки Дагни, откроются золотые страницы музыки и литературы Паустовского и Грига. Спектакль «Примадонны» снова выйдет на сцену Республиканской госфилармонии. 23 мая Русский театр драмы и комедии «Карачаево-Черкесии» сыграет спектакль об актерах-авантюристах по пьесе Кена Людвига. Джек и Лео, не получившие признания служителей Мельпомены, и вот они узнают, что богатая старушка ищет своих потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им свои миллионы. Недолго думая, актеры решают сыграть этих племянниц, чтобы завладеть наследством. Начало спектакля 18.30. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности зазвучали на национальных языках «Карачаево-Черкесии». Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Черкесия». Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по «Карачаево-Черкесии» Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия». В республике проходят всероссийские соревнования памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Буташева. Мероприятие собрало порядка 350 сильнейших борцов-студентов из 20 регионов страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «Вольная борьба» и «Греко-римская борьба». Соревнования являются отборочными для участия на Международном фестивале университетского спорта, Кубке России среди вузов, Всероссийской летней универсиаде 2024 года и Чемпионате России по вольной борьбе. Наши борцы вольного стиля уже завоевали три медали. 12 мая в Карачаевском муниципальном районе состоится фестиваль ГТО «Спорт для всех» среди граждан, проживающих в сельской местности. Участники мероприятия проверят свою физическую подготовку, выполняя такие нормативы, как бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на высокой перекладине, метание спортивного снаряда весом 500 и 700 граммов, а также прыжок в длину с места. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18, в горах местами плюс 7-12, свыше 2500 метров, половина опасна. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 17 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.